Но, честно говоря, не очень представляем, что это такое. Бывший российский, а ныне американский ученый Михаил Портнов специально для нашей съемочной группы провел экскурсию по Силиконовой долине. Давайте посмотрим. Здесь изумительный климат. Это рай на земле. С точки зрения погоды, температуры, влажности. Здесь нет снега никогда. Океан здесь рядом. Полчаса ты на океане. Пару-тройку часов ты в горах, катаешься на лыжах. И это все происходит практически круглый год. Михаил Портнов приехал в этот земной рай незадолго до развала Советского Союза и успел к самому пику интернет-бума Силиконовой долины. Поймав инновационную волну, Портнов открыл в долине первую школу тестеров программного обеспечения. Профессия, рожденная сетевыми технологиями, с тех пор считается здесь русской. Ты можешь открыть компанию в одном месте или в другом месте, но тебе нужно нанять людей. Здесь есть люди. И здесь есть университеты очень мощные. Университеты – фундамент Силиконовой долины. Их тут порядка 10 штук. Еще в 30-е годы профессор Стэнфорда Фредерик Терман убедил студентов не покидать альмаматор, а прямо здесь создавать свои предприятия. Первыми, кто откликнулся на призыв профессора, были Уильям Хьюлитт и Дэвид Паккарт. Так была решена проблема утечки мозгов и началось строительство халифорнийского феномена. Вы можете найти там пару-тройку ребят, у которых есть интересная идея, но это уже недостаточно, чтобы там заработать миллиарды. Соответственно, должны быть люди, которые умеют создать компанию, которые умеют ее организовать, которые умеют ее защитить. Закон об интеллектуальной собственности и беспристрастный американский суд – важная составляющая долины. Гарант венчурных капиталистов, вкладывающих деньги в разработку новых технологий. Здесь закон работы. Деньги со всего мира, люди со всего мира. Я не знаю, правда или нет, но говорят, что в технологических компаниях Силиконовой долины от силы 10% людей разговаривают на английском без акцента. Феномен Силиконовой долины ни в деньгах и ни в технологиях. И то, и другое приходит само туда, где есть среда. Университеты, биржа, дешевая комфортная недвижимость, честный суд, прозрачная налоговая система и однозначное законодательство. Вот простой набор «Сделай сам» для создания инновационной площадки мирового класса. Очень многие гении уехали в Америку, и они в этой Силиконовой долине совершенно спокойно живут. Давайте посмотрим сюжет об этом. Там, во-первых, погода, море, а у нас снег и дождь. Давайте посмотрим сюжет, что они говорят. Это улица Элкаминрил, это главная улица Силиконовой долины, а мы приехали в здание нашей школы. Студенты Михаила Портнова – победитель Гринкарт-лтереи. Выходцев из России – большинство. За одной партой можно увидеть бывшего научного сотрудника, программиста и даже музыканта. О том, что в России появится своя Силиконовая долина, они слышали, но покупать обратный билет не спешат. Я не знаю, если человек чувствует себя некомфортабельно в стране. Я не думаю, что если у него будет возможность зарабатывать хорошие деньги и быть профессионально счастливым, довольным в жизни, этого достаточно для того, чтобы удержать его в стране. Наши люди, живущие в долине, с интересом наблюдают за происходящим в России. На вечеринке в доме Михаила Портнова, Сколково – главная тема кухонных разговоров. Вы знаете, почему здесь много народу и много людей талантливых? Потому что хорошо платят. Если есть какие-то государственные правовые факторы, которые защищат права кулибинных, которые смогут оставить какой-то процент с компанией и дойти до успешного состояния, то даже маленькая зарплата, она может сработать. Если будет человек, как вы скажете, типа Королева, который будет ходить по периметру, условно говоря, и держать эти правила, все будет работать. Построить силиконовую долину можно. Будут ли там гениальные идеи в условиях, опять же, протекции и так далее. То есть, чья идея из трех идей, например, будет главной, чья идея победит.